Ладно, тема сегодняшнего занятия это файловые системы, которые могут быть реализованы как в модуле ядра, так и в поиском пространстве. Давайте вспомним, что такое ядро. Ядро это такая программка, самая обычная программка, которая запускается с помощью, сначала она загружается ботлодером, и ботлодер затем передает ей управление, при этом процессор в данный момент времени находится в привилегированном режиме, то есть можно вытворять все что угодно, и это вы все знаете с прошлого семестра. Ядра можно классифицировать по тому, насколько они могут дробиться на разные части. Классические монолитные ядра, это такие ядра, которые занимают непрерывное какое-то пространство в памяти и реализуют практически всю свою функциональность. Работает естественно все в адресном пространстве ядра с повышенными привилегиями процесса. Бывает противоположная ситуация, это так называемые микроядра, когда ядро это какая-то очень маленькая программа, единственная задача которой это координация между собой различных подсистем. Разные подсистемы, в свою очередь, работают в пользовательском пространстве, это надежнее. Если у вас что-то сломается, то можно будет перезапустить, все ядро при этом у вас не сломается. Ну и более современный подход это все-таки использовать что-то гибридное. В чем недостаток микроядерной архитектуры? У вас очень большой оверхед на взаимодействии между собой отдельных подсистем ядра. Это естественно приводит к снижению производительности. Поэтому в большинстве современных систем, линукс, макос, винда, все ядра это так называемые гибридные ядра, то есть есть какая-то основная часть программы, которая запускается всегда, работает в адресном пространстве процесса и она расширяется с помощью загружаемых модулей, которые в том числе могут быть выгружены, если они не используются. И вот такие модули называются модули ядра, но в Windows еще называется драйвер. О том, где находится ядро, что он из себя представляет. В любой линукс системе есть в корне каталог boot. Что в этом каталоге интересного, полезного содержится? Давайте посмотрим, что тут интересного у нас есть. Так, синий цвет. Ужасный. Ладно, тогда просто LS. Так, что у нас есть? Во-первых, у вас в системе может быть несколько ядер. Совершенно не обязательно все ядра у вас используются. Это обычно загружается какое-то одно ядро с помощью команды uname-a либо uname-r. Можно узнать точную версию, какое ядро сейчас у вас в данный момент запущено. С каждым ядром у нас связаны некоторые файлы. Во-первых, файл под названием vm linus-versia, который получается с помощью uname-r. Что это такое? Ну, во-первых, почему linus, а не linux? Казалось бы, система linux называется. В названии буква z в конце. Буква z в конце означает, что файл сжат с помощью zlib компрессии, просто для того, чтобы быстрее загружался буклод. То есть загрузчик загружает наш файл и распаковывает его уже в память. Что из себя представляет этот файл vm linus? Это самый обычный исполняемый файл. Как вы думаете, в каком формате? elf, exe, что-то бинарное, просто без структуры. Да, вот логично предположить, что это, наверное, elf-файл, как и принято в unix-системах. На самом деле нет. В большинстве новых unix-систем это файл, который начинается со строчек m, z. Встречали такое разное? В бинарных файлах такое? Это признак того, что файл является обычным portable, exitable файлом от компании Microsoft. Такой формат. Удивительно, да? Почему так сделано? Потому что в современных системах используется загрузчик EFI, extended... Как расшифровать уже? Extensible фармвайер интерфейс. В чем особенность загрузчика? В том, что он позволяет некоторые свои части хранить не на диске, а в железе. То есть на замену классическому BIOS. И при разработке этого стандарта какое-то участие принимала компания Microsoft. Ну и, соответственно, было стандартизировано, что исполняемый модуль, который может запускать загрузчик EFI, это исполняемые файлы, которые понимаются системой Windows. На самом деле, для загрузчика, например, Graph, это не имеет никакого значения, потому что при загрузке, что у вас происходит? Загружается некоторый файл бинарный, размещается где-то в памяти, и затем ищется некоторая магическая последовательность в теле файла, это последовательность, сразу после которой находится точка входа. То есть никакие заголовки и ядра нам тут совершенно неинтересны. Поэтому неважно, ELF файл, либо Portable, Execute. Так, что еще интересного есть? Есть файл под названием Config. Да, есть еще файлы без номеров версии, это просто символические ссылки на текущую используемую версию. Итак, Config это текстовый файл, огромный. Фактически то, с какими опциями ядро было скомпилировано. Что еще интересного? Файл init.rd. Это бинарный файл, поэтому отображать его не буду в терминале. Это начальный образ системы. То есть когда у вас запускается ядро, ему нужна некоторая файловая система, чтобы забуду встраивать какие-то самые базовые модули ядра, возможно конфиги. И образ такой файловой системы хранится в файле init.rd.img. Он подмонтируется, является корнем файловой системы до того, как ядро не найдет. Все диски и не примет решение о том, какая файл-система у нас потом станет корнем. Так, еще есть файл system.map. Это обычно текстовый файл. В разных дистрибутивах опять же может быть разная реализация. В случае с Debian просто отсылка, что можно поставить какой-то дополнительный пакет размером 700 мегабайт, в котором будет находиться требуемая информация. System.map это по сути отображение таблицы символов ядра. То есть в ядре есть какие-то функции, в том числе публично доступные. Есть определенные адреса и информация об этом хранится в текстовом файле system.map. Для чего он нужен? Обычно только для дебага, либо для детального отображения в лог-файлах. Так, ну в общем-то там есть еще под каталоги efi и grab, они относятся к загрузчикам. Помимо самого ядра есть еще отдельные модули. Вот модули это уже efi файлы. Обычные библиотечки, ну точнее почти обычные библиотечки, немножко отличаются, которые обычно находятся в каталогах slash-lib-modules. Там есть куча под каталогов, то есть все модули ядра, они имеют какую-то иерархию, структуру, разложенные по разным подсистемам, и вот эти модули ядра загружаются уже после того, как система загружена, и что это за модули, когда они загружаются. Они могут быть загружены либо вручную, либо самим ядром после выполнения операции опроса оборудования. То есть у нас есть какой-то дистрибутив, есть какая-то система, которая может быть установлена на самом разном железе. Неважно какая у вас видеокарта, неважно какой у вас чипсет, если он позволяет запустить Linux, то при необходимости у вас могут для разных компонентов загружаться отдельные модули, и это обычно происходит при загрузке системы. Но в том числе у вас какие-то модули системы могут быть загружены вручную. Например, модули, которые никак не связаны с железом. В частности, у вас могут быть какие-то дополнительные файловые системы или какие-то дополнительные модули безопасности. При этом модулей могут быть какие-то зависимости. Давайте, например, посмотрим. Да, смотреть можно все командой под названием lsmod. Права рута для этого не требуется. Вот lsmod нас отображает. Что интересно, он отображает. Во-первых, список всех загруженных модулей. Дальше. У каждого модуля может быть какой-то размер. used – это количество использований модулей какими-то другими, и дальше перечисляются, какие модули используют что-то одно. Например, вот есть модуль с большим количеством зависимости под названием SND. Это базовая поддержка звука вообще в принципе. От него зависят модули SND, HDA кодек, CD, HD, Intel. Это подсистема, которая относится к стандарту Intel и HD High Definition Audio. Практически большинство современных языковых карт как раз работают через кодек Intel High Definition. Так. Есть какие-то файловые системы, например, X4, которые, в свою очередь, зависят от каких-то других модулей. Например, вычисление контрольной суммы CRC-16. Так. Ну и можно с помощью команды INS, ну INS MODE не очень хорошо, MODE PROBE, загрузить еще какой-нибудь модуль. Например, поддержка файловой системы BTRFS. Так, MODE PROBE не найден. На самом деле не найден, потому что он находится в каталоге SBIN и требует права RUT. BTRFS. MODE PROBE. А, что произошло, я не набрал, нажал в команду. Минус. Поэтому переменная PASS у меня не поменялась. Вот, проб. О, теперь появилась. BTRFS. Так, загружена файловой системы BTRFS теперь. Можно вгрепнуть, где он у нас находится. Вот, модуль действительно загружен. Если он нам не нужен, то мы можем сделать операцию RM MODE, который выгружает какой-то определенный модуль. Но, кстати, совершенно не обязательно. RM MODE может какой-то модуль выгрузить. Например, что хорошего или плохого произойдет, если я попробую выгрузить модуль X4, который является файлосистемой, в данном случае у моей машины для корневой файлосистемы. Получаем ошибку. Модуль X4 у нас используется. Ничего хорошего здесь не произойдет. Точнее, есть опция "-F", которая заставляет все-таки принудительно выгрузить какой-то модуль. Если я наберу RM MODE "-F", X4, но мне придется перезагружать систему, она станет, скажем так, не очень корректно работающей. И даже в Help написано, что это опасно. Можно сделать свои модули. Что такое свой модуль? Это просто обычный KO-файл, который получается компиляцией из каких-то исходников. Исходники можно писать обычно на языке C, хотя, в принципе, сейчас можно уже и на RASTE писать, хотя это страшный язык. Что такое модуль ядра? Это модуль, который реализует минимум две функции. Одна из них называется init-модуль, выполняется при его загрузке. И clean-модуль, ну естественно, это при выгрузке модуля. Давайте сделаем простой модуль ядра и его загрузим. Итак, самый простой модуль ядра выглядит следующим образом. У нас есть две функции, одна init, другая clean-up, которые могут что-то делать, например, что-то выводить. Обратите внимание, никакого принтфа, никакого путца, никакой работы с файлами. Для модуля ядра про стандартную IC-библиотеку можно забыть в принципе. Ее нет. И вообще говоря, ядро не обязано зависеть от каких-то библиотек. Поэтому используется только внутренний API, внутренние функции ядра. Так, для компиляции этого безобразия я сделал отдельный подкаталог, в котором все те же самые файлы являются просто символическими ссылками на уровень выше, потому что при сборке сейчас будет генерироваться огромное количество мусора. Как это все собрать? Собирается нетривиальным образом, а именно для сборки модуля ядра нам требуются исходники ядра, либо даже необязательные исходники, так называемый пакет для разработки ядра, заголовочные файлы, плюс необходимый make-файл. Если вы когда-нибудь вставили какие-нибудь проприетарные драйвера, например, видеокарту NVIDIA, либо если у вас система устанавливается в виртуалку, виртуалбокс либо параллелс, то, скорее всего, для установки вам требовались как раз заголовочные файлы ядра, которые находятся тоже в libmodules, но содержат дополнительно make-файлы и заголовочные файлы. поэтому команда make, которая выполняет инструкции из make-файла где-то в потрохах ядра, может собрать какие-то дополнительные модули, обратите внимание на огромное количество мусора, которое у нас теперь появилось, и вот файл, который называется hello.ko, k.o как раз является вновь созданным модулем. Напомню, что этот модуль должен нам просто говорить о том, что он загружен, либо выгружен. Так, ладно, команда modprobe нам ничего не найдет, потому что наш модуль не лежит где-то в стандартном месте, но мы можем и воспользоваться командой insmod, которая в отличие от modprobe принимает имя файла, а не имя модуля. И если modprobe загружает модули со всеми их зависимостями, то insmod выполняет только загрузку файла, либо ругается, если ваш модуль зависит еще от какого-то файла. Так, insmod hello.ko А, я уже, sorry, я уже загружал remod, давайте, чтобы было честно, insmod hello.ko. Все, модуль загружен, он что-то при этом даже сделал, как понять, что он что-то сделал, куда у нас что-то вывелось. Вот, вывелось влог ядра, замечательная команда, поможет вам, если вы не понимаете, что с вашей системой происходит, называется demesk, debugging messages. так, вот, debugging messages тут говорит, что у меня огромное количество сетевого взаимодействия по сетевой плате, firewall тут чего-то вытворяет, так, ну и самое главное, в самом конце, unloading, это предыдущий, то, что я набрал, remod, и insmod привел к тому, что вывелась строчка, привет, нового модуля. Так, что еще принципиального есть в модулях? Обзвольте внимание, что в тексте модуля есть какой-то макрос, модуль лиценз, там еще написано что-то про GPL. Давайте мы этот заголовок уберем. Что делает макрос? Он просто создает новую секцию, в которой создает переменную с текстом GPL. Давайте сделаем не GPL, а migrate to use only in Russia. Так, все, никакие буржуи теперь не имеют права использовать мой великий модуль. Перекомпилируем. Так, ремонт. Загружаем заново. Так, ну, все хорошо, все замечательно, модуль честно загрузился, если он реализует какую-то функциональность, то эта функциональность становится доступной, но при этом система считается компрометированной и ненадежной. Как об этом узнать, есть proc sys kernel taint, который содержит какое-то число. Число представляет собой битовую маску, хоть это ображается в десятичном виде, где каждый бит отвечает за причину того, почему наше ядро стало ненадежным, потенциально скомпрометированным и проверяя значение этого файла из какого-нибудь софта, да, этот файл доступен на чтение, в том числе и обычному пользователю, необязательному роту, можно принять решение о том, можно ли запускать на данной машине, на этом конкретном ядре, что-то, что содержит, например, государственную тайну или очень критические военные какие-нибудь интеллекты. В данном случае я бы не стал, потому что значение не ноль. И значит, что потенциально мое ядро может вытворять что-то плохое. Почему мое ядро может выполнять что-то плохое? Ну, одна из причин связана с тем, что я загрузил какой-то странный модуль, лицензия которого не позволяет сделать верификацию кода. Но на самом деле это только одна из причин. Могут быть самые разные причины. В частности, например, если мы модуль загрузили из какого-то непонятного источника, то есть в обычных дистрибутивах есть стандартные каталоги, где у вас лежат все модули. Если вы загружаете модуль вне дерева этого каталога, то подразумевает, что модуль пришел из очень странного источника и, наверное, ему не стоит доверять. Кроме того, ядро может быть считаться скомпрометированным не только из-за какого-то модуля, но в том числе если возникла какая-то ошибочная ситуация, в том числе из модулей ядра, который входит в штатную поставку. Ядро при этом может не обязательно грохнуться, но если возник какой-то инцидент, то ядро тем не менее потенциально считается уже уязвим. Ну и опять же операция форсирования выгрузки какого-то модуля RM-MOD с опцией минус F даже если не приведет к падению вашей системы, все равно приводит ядро в какое-то не совсем корректное состояние и потенциально оно уязвимо. В модулях можно еще добавлять какие-то параметры для чего это бывает полезно. Бывает полезно, если вам нужно в зависимости от разного типа железа выполнять какую-то тонкую настройку. Обычно это используется например для модулей Wi-Fi, которые могут быть может быть один модуль на много разных сетевых плат с разными с одинаковым семейством чипов одного производителя но при этом отличаться какими-то тонкими настройками например регион в который эта Wi-Fi плата используется. Либо включить выключить какие-то дополнительные опции например энергосбережения. В некоторых ноутбуках если у вас Wi-Fi подлиннекс не работает можно поразвлекаться с теми настройками Wi-Fi начинает работать. Так ну и что делает какой-нибудь модуль когда вы его загрузили? После того как вы загрузили какой-то модуль он реализует какие-то функции и эти функции становятся доступны для использования либо другими модулями либо напрямую. Но напрямую обычно для модуля это редко используется. То есть основное назначение модулей это реализовать какой-то программный интерфейс. Посмотреть на список всех доступных символов текущего ядра можно с помощью AllSims вот вот огромное количество символов что здесь полезного есть ох я давно не перезагружал систему когда у нас была лекция по BPF да в общем с тех пор я компьютер не перезагружал у меня до сих пор валяются какие-то рудименты сгенерированных BPF программ так что полезного здесь можно увидеть можно грепнуть что-то что начинается с двух подчеркиваний имени архитектуры так в данном случае это ARM64 да дальше префикс SIS подчеркивания вот такие названия вам ни о чем не говорят SIS ACCEPT SIS LISTEN SIS LING SIS MCADIR SIS PIPE да это все реализации отдельных системных вызовов причем в старых ядрах Linux они просто начинали с префикса SIS подчеркивания в более современных они еще имеют за чем-то вот такое страшное название с префиксом стоящим из названия архитектуры то есть на самом деле даже реализация системных вызовов это самые обычные функции и если вы пишите модуль который должен делать какие-то системные вызовы то не обязательно выполнять инструкции системных вызовов можно просто дергать определенные инструкции но правда здесь есть определенные тонкости что разные системные вызовы могут подразумевать копирование данных из адресного пространства ядра в адресное пространство пользователя и наоборот, поэтому из ядра такие функции используют все-таки опасно. Так, ну и что вы можете использовать, если вдруг захочется написать в свой мобиль ядра? Забудьте опять же про стандартную сеть библиотеку. Есть API ядра, который, конечно, имеет свойство периодически меняться, но плюс-минус за много лет он уже устоялся. Там есть самые стандартные наборы всех возможных функций, базовые операции над строками, всякие конвертации строк. Что касается памяти, то здесь надо понимать, что у ядра нет такого понятия, как куча. У ядра есть только стэк, причем для каждого процесса тоже существует свой отдельный стэк в адресном пространстве ядра. Если вам нужно выделять какую-то память физическую, то приходится использовать более низкоуровые инструменты, которые называются KMALOG, KFREE. Но это все-таки не куча в том понимании, как вы привыкли для стандартной сеть библиотеки. И когда вы работаете с памятью, то всегда напомнить о том, что память у вас в общем случае делится на два непересекающихся участка. Это память ядра, с которой вы работаете напрямую, и память пользователя, в которой ядра в принципе может залезть. Но делать надо это очень аккуратно. Так, системные вызовы. Это у нас какие-то функции. И этим функциям соответствуют определенные номера, которые вы вызываете в свою очередь через инструкцию C-Center, либо инструкцию C-Call, либо если ARM SVC, что еще можно использовать? Под X86 можно еще использовать инструкцию INT, старую классическую. Так вот, что происходит, когда вы выполняете инструкцию процессора для выполнения системного вызова. Просматривается таблица функций, самая обычная таблица функций, где в таблице по номерам определенным индексам соответствуют указатели на нужные функции ядра, и вызываются дальше уже эти функции. И если у нас эта таблица как-то публично доступна, то какой-нибудь модуль может взять и что-нибудь перезаписать. Например, захотите сделать свою реализацию системного вызова, который открывает какой-нибудь файл, эта нужная реализация вам может проверять, что файл является файлом с паролем, при необходимости может сливать еще куда-нибудь информацию. В общем, достаточно опасная возможность, если вы можете менять что-то в таблице символов. И в современных версиях ядра эту штуку можно отключить. Сделать так, чтобы таблица системных вызовов была недоступна в том числе из модулей ядра. В данном случае вы просто не сможете скомпилировать те модули ядра, которые полагаются на ее использование. Это обычный массив CIS Call Table. Так, в современных версиях ядра Linux есть функция, которая ищет нужные функции по номеру. Называется kallSims lookup name. Давайте посмотрим, есть ли она у нас тут или нет. kallSims вот в Debian есть на самом деле не в каждом бистрибутиве это может быть. Это опция компиляции ядра. В OpenSUSE такого вы например точно не найдете. А? Там просто не пользуются такими штуками. Это просто повышение безопасности. Зачем вам нужно менять подменять какие-то системные вызовы? Наверное это опасно. Так делать нехорошо. Для чего вообще нужны разные модули ядра? Ну во-первых как я уже сказал это могут быть то что в Windows называется драйверами которые обслуживают какие-то конкретные устройства. В поставке ядра Linux есть модули которые поддерживают 90% всего железа что в принципе существует в том числе такого железа которое вы уже никогда не найдете является достоянием истории. Кстати большая проблема в плане ядра Linux если нужно кардинально менять в ядре например в базовой части то очень часто именно всякие legacy модули это самое сложное что приходится портировать и непонятно зачем это вообще нужно. Хотя периодически проводится чистка. Ну и кроме устройств есть еще другие подсистемы в частности различные файловые системы. файловые системы бывают разных типов которые разрабатываются с прицелом под разные цели под разные операционные системы в Linux родной файловой системой является семейство X2 X2 X3 X4 это просто разные версии одной и той же файловой системы более современные модули например X4 они поддерживают обратную совместимость с более ранними и поскольку эта файлая система является родной для Linux то это единственное исключение что не является модулем X4 обычно компилирован прямо в само ядро системы и когда вы запускаете загружаете ядро скармливаете ему начальный образ начальный образ тоже находится это просто файл система X4 но только загруженная загрузчиком но при этом вы можете дополнительно подгружать еще какие-то файловые системы ну например XFS Btrfs которые я напрямую с помощью от проб подгрузил какие вообще бывают разные файловые системы во первых нам могут понравиться разные файловые системы если вы хотите получить дополнительную функциональность даже в рамках Linux системы например Btrfs в некоторых дистрибутивах ее включают по умолчанию хотя она пока еще не считается достаточно стабильной позволяет например делать версионер файл системы XFS которая изначально была разработана компанией Silicon Graphics еще в бородатые годы прошлого века очень хорошо работала эффективно с файлами большого размера затем последствия файловой системы была перелицензирована опубликована под лицензией GPL поэтому включена в состав Linux тоже часто можно встретить ее используем ну и кроме родных для Unix систем которые поддерживают все необходимые атрибуты то есть это иноды Unix атрибуты файлов бывают еще неродные файловые системы например файловые системы которые пришли к нам из системы Windows для чего они могут быть полезны ну наверное для того чтобы можно было обращаться к другим разделам если у вас параллельно стоит Windows и Linux на одной машине либо если вы втыкаете флешку с какой-то файловой системой которая не предназначена для использования Linux для этого используют отдельные модули ядра в частности модуль для FAT модуль для NTFS который самый распространенный файл систем под Windows на самом деле то что входит в поставку Linux именно с названием NTFS это на самом деле очень устаревший модуль который позволяет монтировать файлы системы только на чтении для возможности записи используется более современный модуль который реализован немножко по-другому в чем недостаток все-таки файловых систем которые не являются родными для Linux вы можете потерять часть мета-информации например если у вас файл система FAT которая исходно была разработана для DOS потом адаптирована для Windows там появилась поддержка длинных имен казалось бы ну файл система и файловая система что в ней плохого плохого то что там не сохраняются атрибуты файлов то есть вы никогда не узнаете настоящие права чтения запись выполнения и кроме того там вы не сможете сохранить информацию о том кто является владельцем файловых это все-таки недостатки того что файл система не была предназначена для Unix в принципе что ну про журнал да в NTFS например есть журнал но NTFS тоже не родная файловая система хотя там есть конечно такое понятие как Access Control Rights Windows но это все-таки не Unix права и информация про Unix атрибуты они все-таки будут потеряны кроме файловых систем которые предназначены для дисков есть еще сетевые файловые системы в ядре реализована только поддержка классической Unix файлы системы NFS достаточно быстро работающей когда-то давно в состав ядра Linux еще входила поддержка сетей Microsoft Windows но уже это выпилено по соображениям безопасности по крайней современных версиях ядра это трудно найти и бывают еще виртуальные файловые системы которые не связаны вообще ни с какими ресурсами и предназначены для того чтобы создавать свою структуру по мере обращения из каких-то динамических данных например файл системы PROCFS который я вам много раз уже показывал это файловая система которая содержит информацию о процессе или файл системы TMPFS это просто хранилище в памяти которое исчезает после того как вы файл отмонтируете то есть какая-то помойка временных файлов еще есть интересная файл система которая называется overlayFS которая позволяет создавать файловую систему из разных частей просто наложением одного поверх друга операция подключения какой-то файловой системы называется монтирование есть команда mount mount если запустить ее без параметров в linux получаете огромный список где каждая строчка это отдельная файл система вот если вы то же самое запустите под bsd систему или под mac этот список будет короче без параметров вы команду mount можете вызвать в том числе из-под обычного пользователя не обязательно быть рутом она отображает на отдельной строчке тип файловой системы какой части нашей реальной виртуальной файловой системы например в slash sys подключена эта файловая система и для некоторых файловых систем которые связаны диском могут быть определены конкретные устройства конкретные устройства это либо что-то под каталоги дев либо уникальные идентификаторы которые определяются на основании разбиения диска ну и какие-то опции с которыми файл системы подключены mount соответственно с параметрами позволяет подмонтировать новую операционную систему новую файловую систему но естественно для этого уже требуется либо повышение привилегий если вы хотите чтобы содержимое файловой системы было доступно всем либо использовать механизм linux namespaces предварительно сделать новый namespace для точек монтирования и в данном случае у вас видимость файловой системы будет только для того процесса который находится в этом пространстве но и его дочерних процессов что означает операция монтирования во время монтирования у вас к файлам присваиваются у вас к файловой системе присваивается некоторое число 300-убитное которое на самом деле стоит из двух частей measure это уникальный идентификатор вашей файловой системы то есть это тип файловой системы по сути и minor это порядковый номер файловой системы который у вас был подмонтирован помните как однозначно определяется какой-то файл в нашей виртуальной файловой системе это пара чисел номер устройства как раз тот который разбивается на две части из 24 бит и 8 бит и второе число это порядковый номер файла в пределах одной файловой системы то есть у вас может быть какой-то физический диск на нем может быть какая-то unix файловая система что хранится в этой файловой системе там хранятся так называемые iNode уникальные целые числа вот например если у меня есть какой-то файл hello.c этот iNode можно узнать в выводе команды start он является уникальным для каждого из файлов в пределах одной физической файловой системы на него естественно может быть много ссылок напомню что есть символические ссылки это просто новые это файлы специального типа которые являются кстати вот дан случай это мне как раз символическая ссылка не очень честно и можно сделать еще жесткие ссылки теперь iNode у нас сохранился что а какая разница тут разницы никакой ну хорошо hello2 hello2 тот же самый iNode имеет жесткие ссылки это по сути файлы которые имеют одинаковый iNode то есть имеют одинаковое содержимое одинаковые атрибуты но просто дополнительное какое-то имя в каком-то из каталог и вот что будет если я возьму отключу этот диск в другой компьютер iNode у меня сохранится но может потом не совпадать вот это число номер устройства почему потому что моя файловая система может быть подключена как минимум не первый и вот пара чисел девайс и iNode достаточно чтобы найти любой произвольный файл не обязательно знать его так ну и файлы системы overlayfs что это такое это штука которая состоит из частей которая называется нижняя часть это одна либо несколько один каталогов которые определяют нашу файл систему и при этом они не будут модифицированы и так называемый верхний слой это некоторый каталог который будет сохранять изменения которые вы внесли после изменения плюс есть еще понятие рабочего каталога это что-то временное что используется по трахами overlayfs тут проще показать на практике зачем это бывает нужно и как это использовать потому что словами рассказывать мне очень интересно и так допустим вы хотите сделать какой-то контейнер и что в этом контейнере может быть во-первых у вас контейнеров может быть много и они могут наследовать одну и ту же систему так слово докер вам должно быть знакомо правильно что такое докер средства контейнеризации ладно если вы писали докер файл вы импортировали в первой строчке докер файла писали какую систему вы хотите наследовать так ну давайте сделаем имитацию докер контейнеров простую не используя при этом докер так для начала нам что нужно нам нужен какой-то образ системы какой-нибудь минималистичный как его получить самый простой способ заходим на сайт Alpine Linux скачиваем распаковываем ну не самый интересный можно еще так сделать есть такая команда debootstrap кстати не обязательно но слово deb слово debian есть Ubuntu и кстати в rpm дистрибутивах тоже есть эта команда просто она умеет создавать образы точнее скачивать распаковывать образы только для debian подобных систем Ubuntu либо сам debian либо еще какие-то деривативы так единственная недостаток этой команды она все-таки требует права рута но это требуется один раз что вот дебют страпа почему ему требуется он создает правильные атрибуты файлов которые в том числе принадлежат пользователю root потому что вы в теории можете этот дебют страп то есть там честная система в которой вы можете сделать чрут без всяких да и там будут все те же самые права тот же владелец root а чтобы сделать владельцем полиции root так позволяет делать образ altlinux не altlinux а elpine linux просто в elpine linux он все-таки достаточно ограниченный там достаточно урезанная система так ладно как этой штукой пользоваться первый аргумент это название дистрибутива второй это целевой каталог куда нужно сделать новый образ но еще желательно указывать зеркало чтобы оно устанавливалось быстрее так ладно фокал это фокал фоса последнее кодовое имя ubuntu lts 2004 а сейчас что там новое это которое недавно вышло да ладно значит не последнее а пред последнее так каталог куда установить и чтобы не тратить много времени на скачивание я это запускаю все на удаленном сервере который находится меррор серия так селетел точка ру реклама неявная ну ладно бунту так вот он сейчас достаточно быстро скачает все файлы установит локальную систему в каталог в этом каталоге будет просто как бы отдельная система но достаточно бесполезно точнее ей пользоваться можно там можно даже настроить апт сделать чрут все хорошо замечательно но зачем мы это делаем так ладно пока оно ставится тут же рядом сделаем какое-нибудь приложение так которое может иметь под каталоги ну какой-нибудь src с исходниками и стандартный по иерархии usr bim например так приложение будет очень важным полезным называться hello и делать очень важную вещь что важное нужно сказать ну привет мир это ладно пусть будет привет мир кто сказал привет мир вот пожалуйста так ладно компилируем теперь поставку нашего великого приложения возможно складываем какие-то ресурсы так все вот у нас есть какая-то программа если мы хотим эту программу запустить с помощью контейнера что мы должны сделать мы должны эту программу запихать в какой-то образ запаковать и получаем что-то тяжелое ладно если у нас программа одна если у нас много программ которые наследуют один тот же образ что мы можем сделать что сделать один образ кучи программ ну не всегда это бывает осмысленно например одна программа должна быть только программой и не лезть никуда лишним ладно давайте теперь сделаем контейнер так контейнер что он должен содержать по идее вот эта иерархия каталогов usrbin и так далее должна накладываться на базовую систему и потом мы этот контейнер можем запускать после того как мы завершили работу причем запустить его можем в нескольких экземплярах ну логично могут несколько пользователей запустить несколько экземпляров из того же контейнера естественно они должны находиться каждый в своем экземпляре и не мешать друг другу так ну давайте законтейнеризируем запуск этой штуки что нам для этого понадобится так для этого нам понадобится базовая система приложения у нас могут быть какие-то данные связанные с конкретным запуском ну пусть будут в каталоге дейта так еще файл системы overlayfs требует временный каталог для своих внутренних файлов так ну и в результате мы получим какую-то новую корневую файл систему наложением нашего базового каталога поверх которого есть каталог с реализацией нашего приложения так ладно давайте теперь вот мы сделали новый каталог что мы теперь можем сделать мы теперь можем написать вот такую страшную огромную команду пресс штучку записью что команда будет длинной так mount дальше минус t что по умолчанию нужно явно указывать точнее mount если вы указываете только один параметр то он смотрит файл etc fstab и ищет соответствие в etc fstab можно указывать либо mount point либо конкретное устройство либо если указывать не меньше двух аргументов то это будет новая точка монтирования итак опция минус t означает указать тип файловой системы что да это не та команда mount минус t тип файловой системы overplay дальше точка точнее устройство которое мы хотим подмонтировать в данном случае оно совпадает с именем файл системы потому что это виртуальная файл системы не связана ни с кем устройством так дальше начинается интересное через опцию минус o можно указать какие-то дополнительные опции обычно для файлов систем указывается например в какой кодировке работают какие права по умолчанию нужно ли журналировать ну и так далее для overplay fs нужно указать три каталога минимум три каталога один каталог это нижний уровень второй каталог это верхний уровень и третий это каталог для временных файлов и так loverdir это у нас базовая система и loverdir может быть несколько разделять всем двоеточием базовая система поверх которой наложено приложение так adperdir это каталог нашего контейнера где будут храниться пользовательские данные так и workdir это временный каталог там будет страшное содержимое так ну и обязательный параметр для mount это точка монтирования я его создал какого кстати а я его назвал uroot так получаем бабах что только пользователь root имеет право что-то монтировать что-то не очень хорошо на самом деле потому что вы же контейнеры даже докер контейнеры запускаете обычно из-под обычного пользователя рута вам обычно не требуется логично на самом деле даже группа докер не очень-то обязательна докер просто проектировали как попал так на самом деле отдельная группа тут тоже не особо требуется ах я понимаю почему докер требует отдельную группу там cgroups требуется создать новую запись так ладно что мы можем сделать мы можем либо стать root но это не очень хорошее решение зачем быть root чтобы запустить контейнер который априори может быть небезопасным так что можем сделать мы можем примонтировать нашу файловую систему так чтобы она никому не мешала и чтобы она никому в принципе не была доступна кроме нашего конкретного процесса его дечерних процессов как это сделать linux namespaces так что-то linux namespaces помните конец прошлого семестра команда unshare так надо контролем провести за весь год не за этот семестр не за этот модель так что нет это слишком халявно так ладно unshare минус rm минус r означает стать фейковым пользователем root минус m отключить пространство mount point так помолчая иншир запускает bash ну ладно пусть bash и будет обратите внимание что имя пользователя у меня поменялось стало root то есть я могу сделать какой-то файл он создался в каталоге контейнер а кто является его владельцем его владельцем является обычный пользователь suite 1000 потому что когда вы делаете unshare пользователя root то у вас просто происходит отображение сдвиг user id на определенную констанцию и 0 отображается на файлы обычного пользователя так и теперь я восприниму вот это вот безобразие вау теперь оно подмонтировалось что у нас содержится в new root в new root у меня теперь содержится иерархия каталогов стандартной длинных системы а из другого процесса я уже не вижу это содержимое этот каталог остается пустым почему потому что для того чтобы подмонтировать файлную систему мне пришлось сделать новое изолированное пространство mount point при этом команда mount мне честно показывает что в конце действительно подмонтирована эта файлная система из другого процесса на той же машине mount про это ничего не знает так ну и теперь я могу сменить каталог я нахожу здесь корни вот команда hello она работает никаких прав рута здесь не потрясло сейчас мы смоделировали некоторые контейнки так что у нас при этом болтается в new root так вот у нас есть new root а есть еще каталог data который является верхним слоем нашей объединенной файлой системы ну давайте создадим в корне файл hello.txt вот он есть hello.txt что произойдет когда я отмонтирую эту файловую систему или просто закрою эту вкладку завершу процесс и потом воспроизвожу это заново у меня данные потеряются или не потеряются вот самый верхний каталог он нужен для того чтобы сохранять изменения которые получены в нашей объединенной файлой системе права владельцем является пользователь suite 1000 но тот самый пользователь который изначально выполнил команду но и данные соответственно у нас из этого файла тоже доступны если я что-нибудь натворю обратите внимание что я как бы пользователь root что будет если я что-то натворю в системе например удалю что-нибудь ненужное есть ну первое мне нафиг не нужно а вот кстати недостаток где будет страпа такую штуку не позволит сделать так ладно давайте что-нибудь другое сделаю потому что здесь уид как раз владельцем является пользователем так зато есть владелец на команду hello srbin hello ее а нет а нет вообще никак чем еще можно натворить src еще был каталог а удалить не смогу зато я зато я смогу модифицировать любой произвольный файл так я не могу удалить потому что в исходном файле файлы системе системы каталог usrbin обладает правами только на чтении владельцем его root нет там просто уисходный нет это фейковый root на самом деле давайте смысл root то что мы смогли сделать mount так давайте мы сделаем не при ой кнопочки вверх вниз я не работают это вя это не вим да и кейля в помощь главное так давайте мы ставим сюда что-нибудь вместо привет мир напишем сделаем просто пустым ладно все идет так мы поменяли файл hello c что у нас произошло теперь с исходным файлом hello c который находится например в нашем приложении нет инсталлировать можем смотрите в исходном application у нас ничего не поменялось а где у нас сохраняюсь изменения файла холоду c что да все эти изменения попали так один раз сюда сейчас покажу вот вот теперь заходим в наш контейнер new root точно так же как мы создаем новые файлы значит new root и data вот файл hello.txt который мы создали точно так же мы можем инсталлировать что-то у вас будет просто отображение на каталог с данными это верхний слой он сохраняет все изменения если вы что-то вставите внутрь вашего контейнера ну пожалуйста оно в каталог с данными сохранится ну а что мешать так ну вот у нас тут еще появился под каталог src в нашей данной который содержит файл hello.t и он содержит как раз новое содержимое нашего файла так а если мы вообще грохнем что у нас произойдет у нас появляется файл hello.txt который посмотреть вы не можете выдает какую-то странную ошибку на самом деле это просто файл специального типа который является признаком того что данный файл был просто удален из исходной нижележащей файловой системы то есть наложение потом повторное нашей верхней файл системы дейта поверх каких-то каталогов с нижней файл системой с базовой системой плюс наш каталог опять нам вернет исходное состояние вот эту файл систему которую мы получили на самом деле докер как раз через overlayfs работает более того overlayfs появилась благодаря докеру потому что до этого использовалась другая файловая система но работающая чуть более медленно так в чем особенность файл системы overlayfs она реализована как модуль ядра точно так же как все остальные файловые системы на самом деле можно еще делать файловые системы не обязательно в ядре можно делать обычные программы в том числе писать на питоне которые будут реализовывать функциональность файловой системы и вытворять все что угодно но в таком случае все работать будет намного медленно как это происходит есть подсистема под названием Fuse как File System User Space работает следующим образом есть модуль ядра который называется тоже Fuse он предназначен для создания произвольных файловых систем при загрузке модуля Fuse у вас появляется специальный символ символьный файл под названием slash dev slash Fuse который вы можете открыть получить файловый дескриптор и дальше с этим файловым дескриптором взаимодействовать как с обычным сокетом что при этом вы будете читать из сокета вы при этом будете читать из сокета какие-то команды которые посылают вам ядро а что за команды которые ядро может вам посылать ну например какой-то пользовательский процесс запросил доступ к какому-то файлу который находится в вашей файловой системе Fuse и в данном случае запрос будет просто переадресован какому-то процессу который обслуживает данную точку монтирования в соответствии в ответ ваша программа должна отправить какое-то содержимое то есть либо содержимое файла либо метаданные файла либо какую-то ошибку и таким образом вы можете реализовывать произвольные файловые системы которые могут вытворять все что вы поскольку это обычные программы которые могут использовать любые совершенно библиотеки не запихивать все ядро задача ядра в данном случае это только перенаправлять какие-то запросы от других программ к вашей файловой системе так ну как я сказал что эта штука может быть сделана не обязательно на C не обязательно на плюсах как вообще реализуется взаимодействие с Fuse есть библиотека LibFuse на семинарах 29 группа у нас уже вчера был семинар вы это потрогали другие группы еще успеете как раз будете делать реализацию своих файловых систем на базе Fuse что нужно сделать для того чтобы реализовать свою файловую систему нужно реализовать определенные функции которые соответствуют отдельным функциям в файловой системе то есть аналог функции start аналог функции read аналог функции open да по сути но не все из них являются syscall readdir например это не syscall то есть реализовать функциональность того что выполняется системными вызовами и дальше просто прослушивать какой-то сокет при необходимости обрабатывать вызывать нужные обработчики но эта часть реализована как раз в библиотеке leapfuse для которой есть оболочки в том числе на питоне и последняя демонстрашка на сегодня это программа на питоне которая реализует временную файл систему в памяти итак да пример не мой пример взят просто из списка экзамплов библиотеки fuse python что нужно делать нужно просто на питоне это делается просто в виде класса в котором реализуются какие-то методы очень сильно похожие на команды либо системные вызовы единственное отличие вместо стат fuse используют get upper так исторически сложилось чанч мод create знакомые названия mkdir open read readdir примерно все то же самое readling и так далее то есть реализуете какую-то функциональность дальше самая интересная функция main просто вызываете что-то штатное и все так 137 строк на питоне полноценная реализация временных файлов систем на плюсах кстати не сильно больше конечно но но не сильно так ладно запускаем все это безобразие так точка обязательно аргумент точка монтирования так там получаем какую-то ошибку потому что сразу после монтирования какая-то зараза полезла зря что у меня там запущен десктоп с xfce полез по всяким нехорошим файлам так ладно но тем не менее оно работает так что теперь я могу сделать нехорошо быть рутом вот зашли в этот mount point давайте создам какой-нибудь файл можем мы черт сделать да пожалуйста но только как только я остановлю вот этот процесс то про все данные в вашем черте можно будет забыть так вот создан какой-то файл он доступен да в логе пишется что действительно был создан файл потом прочитали каталог затем еще раскрыли файл прочитали в общем какие-то действия происходят я теперь нажимаю ctrl-c останавливаю этот сервис какая-то ошибка файл в общем все файлосистем у меня больше недоступна так и кстати почему вот сейчас файл на самом деле она не сразу даже была полностью отмонтирована просто по той причине что данный каталог был задействован как текущий но отмонтирование произошло немножко позже потому что нельзя полностью отмонтировать то что используется так ну а теперь еще раз ls mount point все пусто потому что это была временная файловая система поскольку это язык программирования питон что вы можете вытворять ну на питоне вы можете вытворять очень много всего сделать файловую систему которая например будет залазить в интернет дергать какие-нибудь api каких-нибудь сторонних сервисов так например можете сделать там файл-систему которая скачивает что-нибудь из ютуба даже была когда-то можно сделать отображение почты в общем возможность ограничиться только вашей фантазии ну и что вообще сделано с использованием fuse во-первых доступ к сети microsoft windows windows использует свою сеть microsoft windows это не ftp не nfs это протокол smb когда-то в ядре linux может кстати сейчас в ядре есть просто не в всех дистрибутивах ее включают была поддержка файла системы smb но поскольку это достаточно опасно из ядра в какой-то момент эту штуку выкинули но есть возможность использовать функциональность smb используя подсистему fuse поскольку в данном случае даже если что-то не очень корректно работающее у вас будет то оно не скомпрометирует свою систему файл системы ntfs вот есть два разных две реализации этой файловой системы под linux старый модуль ntfs который содержится в ядре только для чтения и ntfs 3g который позволяет в том числе делать запись но опять же он резон через фьюз так union fs это похоже на overlay fs но и самая распространенная штука на базе фьюз файл системы под названием ssh fs который позволяет монтировать содержимое удаленные машины используя обычный протокол ssh как это вообще в принципе возможно сделать представляете хорошо что вы можете сделать с помощью команды ssh на удаленном сервере например ssh localhost я просто логонь а еще ssh позволяет указать какую-то команду которая будет выполнена после шоста можем ли мы создать какой-то файл используя команду ssh как это сделать ну просто touch touch ну какой-нибудь new файл так поскольку я использую localhost то файл действительно был создан как отправить какое-то содержимое в файл на удаленном сервере вместо touch наверное можно записать так команда cat конкатенация по умолчанию наберет что содержимое из стандартного потока вывода перенаправим вот так вот файл здесь делаем так что у меня есть ну допустим у меня есть содержимое питонский файл вот содержимое питонского файла будет записано в new file тексты как работает такая команда понятно то есть на локальной машине я выполняю команду cat которая на стандартный поток вывода выводит содержимое файла побайтово затем это содержимое перенаправляется уже команде ssh которая на удаленной машине запускает команду cat которая записывает что-то из стандартного потока ввода в какой-то файл поток извода почему должен флешиться вот пожалуйста что мы еще можем вытворять с помощью команды ssh можем создавать новые каталоги изменять атрибуты выполнять команду ls удалять файлы получать их содержимое то есть на самом деле достаточно всего лишь одного подключения к серверу достаточно всего одного открытого порта по ssh достаточно безопасно поскольку у нас шифрование здесь принудительно используется и пожалуйста полноценная реализация файлов сервера но набирать каждый раз такие команды наверное не очень удобно согласны для того чтобы скопировать файл тут длинные команды что можно сделать можно один раз подмонтировать файловую систему ну собственно это делается с помощью ssh fs которая использует протокол ssh для подключения куда-либо и отображает содержимое удаленного сервера на локальной машине в каком-то из каталков так на этом у меня все да парагон недавно сделал open source на какую-то новую реализацию я подумал ну это один из вариантов если у вас вопросы что использует который windows subsystem for linux там какое-то у них внутреннее хранилище windows просто там просто образ в sx2 насчет 11 винды не знаю я ее не трогал в десятке это был просто образ музыка в м м м Продолжение следует...